добрый день ажи амарыч сейчас мы находимся у тебя в хозяйстве расскажи кратко о своем хозяйстве где находимся какая области ну и описание хозяйства сколько высеваете озимой пшеницы сколько высеваете пропашных культур вообще вообще в целом по севообороте да здравствуйте александр компания сингента наше хозяйство находится территориально в ростовской области песчинокопского района село песчинокопская вот наше хозяйство входит холдинг каскад вот занимаемся значит выращиванием голосовых культур потом масличные и зернобобовые пшеницы посеяна на нашей площади в этом году 2 470 площадь вся составляет 3 700 вот занимаемся выращиванием семян для собственных нужд для продажи вот масличные культуры занимают целях севооборота бобовые культуры занимают у нас ну скажи пожалуйста краткое описание погодных условиях за три года за последние три года этот год был вообще неординарный потому что весь год можно сказать шли дожди вот очень затруднялись мы в обработках но выбирали время как бы сказать каждую минутой дорожали вот ну все во время успели все вовремя было обработано вот еще вопросы марить какие сорта используете там 35 сортов или сколько вы используете вкратце вашем холдинге у нас на данный момент 11 сортов у хозяйстве вот из них в этом году более такой вот в производстве уже в реальности производстве показал себе аграфак 100 показала бумба показала школа тут аня показала себя тоже в урожайности но в качестве похуже чем аграфак 100 чем школа чем бумба вот есть у нас еще сорта которые мы вот на выращивание это как ахмат гагомер кольчуга и мирязевка 150 стиль 18 граф мун и вот гром есть сорт гром как сказать сорт стабильный вот урожайность маленького него просто а так стабильный еще вопрос по каким в основном предшественником вы размещаете все в обороте озимую пшеницу но в основном озимая пшеница у нас размещается по бобовым культурам и по масличным культурам ну и озимая поозимая до клина у вас большая ну а зимой поозимой да это продовольственная пшеница семенной материал вес размещается в основном по бобовым культурам и по подсолнечник но клина зимой поозимой примерно в площади или в процентном соотношении сколько высеваете ну примерно приходится 1000 гектар скажите еще вопрос какие нормы применяете вы выбор с интеграл литров на тонну семян а мы уже несколько лет уже обрабатываем семена выбор с интегралом и пробовали мы разные дозировки то дозировка который мы пришли это 18 литров вот держит просто идеально проехал я ранней весной поздней весной все посевы свои и по предшественникам объехал и колоссовые и масличные культуры предшественники корневая система просто была сумасшедшая вот болезни не было поражение тоже никаких вот не было стояла просто идеальная пшеница с какими нормами физическом весе килограммах но высеваете вы своем агрохолдинге мы сели до этого и 220 230 сели сейчас мы пришли к тому что мы 7 180 200 это примерно 4 миллиона 3 8 4 миллиона вот а семенные участки мы вообще 7 2 с половиной 27 максимум ну в среднем какие урожайности получаете 70 лет вашем агрохолдинге за за три года я вам скажу в том году была средняя урожайность именно по заре это был 61 и 5 в круговую другом нашем соседнем хозяйстве получили мы 65 что по этому году по этому году я думаю что заря выйдет на 60 61 примерно то хозяйство выйдет примерно 67 немцы нет как бы могу эти цифры назвать смело потому что уже дело идет концу губки нам еще пару дней и мы уже закончим ну еще крайний вопрос амарыч скажите пожалуйста как вы видите у себя в полях вот на данную дату продуктивности блестой вот повлиял ли хорошая защита ну хороший фундамент для зимы пшеницы на вот этот качественный высококачественный результат и урожай я скажу вам что мы закладывали в этом году опыт и на одном поле закладывали и другие фирмы тоже которые предлагали свои лучшие продукты сравнивали с вайбрансом на вайбрансе 700 730 меньше нигде не было именно продуктивных колоссов да да именно уже сама а когда на других начиналось это от 580 и максимально это было 650 670 больше и больше я не не насчитывал нигде абсолютно схема одна и та же схема обработки фунгицидная защита гербицидная защита сроки обработки все в один день все в одно время обрабатывалась всего-навсего отравитель семян другой и подконка то же самое только один протравитель менялся и вот такая вот разница хорошо большое спасибо ажи амарыч хороших вам результатов говорится урожаю в дальнейшем и всего самого доброго в вашем агрохолдинге спасибо спасибо вам большое глупых горячих ну только будут мои